Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень красивые и при этом очень простые пироги. Итак, начинаем. Итак, тесто готовлю самое простое и сочное. К маслу я добавляю муку, сюда же сразу разрыхлитель и щепотку соли и хорошенько все перетру. Буквально пару движений и такая вот крошка у нас получилась. Теперь к яйцам я добавляю сахар, ванильный сахар и немного воды. Аккуратно все смешаю вилкой и добавляю в основную массу. Замешиваю тесто. Вот буквально две минуты и тесто готово. Перекладываю его в пакет и убираю в холодильник минимум на час, можно на ночь. Итак, прошло время, тесто охладилось и продолжаю с ним работать. Рабочую поверхность присыпаю мукой и тесто разделяю на две половинки. Раскатываю в пласт толщиной примерно 4 миллиметра. Теперь при помощи круглой крышки делаю идеальный круг. У меня крышка диаметром 28 сантиметров. Тесто аккуратно переношу на коврик для выпечки и делаю вот такие вот надрезы и начну плести косичку. И у нас получается вот такая вот лепешка с красивым бортиком. Здесь у меня малиновый джем, добавляю к нему крахмал и хорошо размешиваю. И распределяю джем по лепешке. Слой не делайте очень толстый, примерно 5-7 миллиметров и отправляю в духовку разогретую до 180 градусов. Точно так же я сформировала пирог с апельсиновым джемом и с черничным джемом. Если у вас возникает вопрос, почему я тесто делила на две части, а у меня получилось три пирога, так как я раскатываю круг диаметром гораздо больше того, чем вырезаю, то естественно остатки теста я добавляю к основной массе и затем формирую следующие пироги. Таким образом у меня получается три пирога диаметром 28 сантиметров. Вы можете испечь и побольше пирог, сформировать и сделать, например, две штуки, можно даже сделать один огромный. Но я делаю вот такое вот ассорде с разными начинками. Итак, отправляю и этот пирог в духовку и уже вам покажу затем результаты. Итак, пироги готовы, каждый выпекался в среднем 20 минут, полностью их остужаю и тогда уже можно подавать. Конечно же пироги можно подавать и так, а можно сделать их еще более интересными. Для этого хорошо охлажденные сливки я взобью вместе с сахарной пудрой в пышную массу. Сливки хорошо взбились и можем ими украсить пироги. Переложила крем в кондитерский мешок вот с такой насадкой, закрытая звезда. И вот такая вот красота у нас получается. Пироги готовятся очень просто, а получаются вкусными и эффектными. Вход пойдет в любое повидло. Очень советую вам этот интересный рецепт. Готовьте с удовольствием и приятного всем аппетита!